приветствую дорогие друзья пусть бог благословит сегодня нас в этом дне я верю что бог имеет для нас свою ману в этом дне поэтому пусть сегодня каждое сердце она направится к поиску того что бог приготовил лично для вас я верю что каждый из нас тот кто возрожден свыше он имеет общение с духом божиим в каждом дне мы к этому должны стремиться это то что должно становиться неотъемлемой частью нашей жизни точно так как утром мы ищем с кем-то общение может это наши родные муж жена наши дети может наши друзья мы идем на работу для того чтобы с кем-то встретиться для того чтобы иметь контакт и я верю что от общения мы получаем огромное благословение много благословений которые приходят к нам в нашу жизнь от того когда мы начинаем общаться поэтому бог нас и создал чтобы мы имели эту коммуникацию друг между другом и и и и из этого у нас есть способность переливаться определенным знанием определенным пониманием друг с другом но я верю что неотъемлемая часть нашей жизни должна быть это наше общение с духом божиим с с нашим господом для того чтобы бог точно так же сегодня наполнял и сердце каждого из нас мы в этом нуждаемся я верю что от этого наша жизнь она становится наверное более насыщены более колоритный и красочный почему потому что в этом общении для нас приходит направление для нашей жизни в нашу жизнь приходит направление может на какой-то короткий период нашей жизни а может на более до дальше мы можем видеть свою жизнь жизнь людей которые мы служим или с теми с кем мы работаем и я верю что это дает нам силу сегодня хочу поговорить об одном качестве которое у нас должно развиваться и которое которое мы имеем но которое должно у нас развиваться и мы всегда должны как регулировать свое сердце в том чтобы наше сердце пребывало в этом состоянии о чем я сегодня хочу говорить я хочу сегодня говорить о вере и так мы возьмем этот закон который апостол павел озвучил в римля в евреям 11 главам 1 стих вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом мы видим две мысли которые находятся в этом стихе вера же есть осуществление ожидаемо вера она выражает заключается в том что мы ожидаем ожидаемо и уверенность в невидимом и то что она нам дает уверенность в невидимом многие вещи в нашу жизнь приходят от бога они приходят в виде обетования которые касаются непосредственно нас или может касается нашей жизни и это информация которая приходит из духа и то что бог ожидает что каждый из нас мы будем брать это слово и мы будем жить этим словом и я хочу сказать даже ради этого слова потому что приходится всю свою жизнь форматировать и направлять в послушание этому слову потому что я соглашаюсь с тем что бог имеет для меня и это придет в мою жизнь в то время которое бог определил для меня поэтому сегодня многие из нас мы поднимаемся на молитву и когда мы задаем себе такой вопрос да я молюсь о чем я молюсь в основном я молюсь о том чего я не имею в физическом мире то чем я не обладаю сегодня есть люди которые нуждаются в исцелении в освобождении в благословении в свободе в многих других каких-то вещах которые для нас пришли как слово даже сегодня когда мы молимся за определенные нужды которые предоставлены в утренней горнице они выглядят для нас как та точка в которую нам необходимо дойти и вот как раз то что нам помогает дойти до этой точки до осуществления этого обетования это наша вера и вот как раз то на чем каждый из нас мы должны трудиться стремиться к тому чтобы сохранить веру потому что враг нашей веры это уныние это неверие это знаете многие многие другие вещи которые каждый из вас может сегодня перечислить когда вы теряете веру в то осуществление того что бог сказал вот непосредственно в отношении вашей жизни в отношении вашей семьи я знаю что сегодня многие носители этого обетования спасения своих родных я знаю что многие сегодня молятся за родных за знакомых и вопрос том почему мы молимся потому что в нашей жизни есть откровение в нашей жизни и из обетования которые бог дал непосредственно для нас и то что мы являемся сегодня носителями этого откровения для того чтобы в определенный момент нашей жизни это осуществилось. Кто-то молился за нас, кто-то ходатайствовал за нас. Сегодня это наша очередь стоять, ходатайствовать за решением этих нужд и верить в то, что Бог обязательно сегодня это осуществит в назначенное время Ним. Не мы назначаем время, Бог назначает это время. Есть моменты, когда мы изучаем Новый Завет, мы видим, есть эпизоды, моменты, когда что-то приходило быстро, что-то приходило, можно сказать, молниеносно. Но есть моменты, когда некоторые вещи, они приходили со временем. Когда Божье обетование, оно осуществлялось в отношении, допустим, исцеления или какого-то благословения, приходило какое-то время. Но то, что Бог ожидал от людей, Он ожидал от них веры. Хочу напомнить одну такую историю, где Иисус ничего не мог сделать. Это была его родина, когда он пришел к своим родным, знакомым, он ничего не мог сделать по одной только причине. Причина неверия, что Иисуса не воспринимали так, как должно было воспринимать. Они на него смотрели и говорили, это сын Иосифа, что можно получить, что можно ожидать сегодня от него. И вот такие моменты в нашей жизни тоже бывают. Когда мы говорим, о, кому-то это возможно, для кого-то это может быть, а для меня это нереально. О, это не может быть со мной. Остановись, брат и сестра. Мы все сегодня дети Божьи. Если Бог сегодня горит в нашу жизнь, если Бог сегодня открывает нам какое-то обетование или дарует, дает нам обетование, которое касается непосредственно меня, вот, непосредственно меня, моих обстоятельств, то, что сегодня Господь ожидает, Он ожидает моей веры. То, что я соглашусь и скажу, да, это в моей жизни, это произойдет. Да, это будет. Я вам скажу, когда оно произойдет? Меня это не интересует. Мой Бог, Он сказал, это осуществится. Это произойдет. Сегодня Бог кому-то открывает видение в отношении Его служения. Может, это маленькую часть, которую Он должен сделать. И, естественно, приходит такая мысль, приходит такое понимание, которое не от Бога, а оно приходит от лукавого. Кому это надо? Зачем это надо? Живи спокойно, не делай ничего, и все будет хорошо. Успокойся, успокойся. Не стоит верить. Потому что вера, она всегда придает движению в нашей жизни. Мы всегда движемся, прежде всего, это во времени к осуществлению своего обетования. И временами есть и обетования, которые требуют от нас определенного действия. Я могу сказать за свою жизнь. Был момент, когда Бог мне открыл в отношении моего призвания. И до сих пор я дошел до этого времени, я дошел верой. Потому что то, что мне приходилось, это согласиться и поверить, что это касается непосредственно меня. Да, есть моменты, когда не получается. Есть моменты, когда, возможно, мы можем стратить в каких-то вещах. Но то, что здравого смысла и силы хватает, доверяясь Богу, подниматься и идти дальше. Для того, чтобы Бог осуществил то обетование, которое касается непосредственно меня. Да, своей верой. Своей верой. Поэтому Павел говорит, вера же есть осуществление ожидаемого. То есть это то, до чего я еще не дошел. Поэтому мы и живем от веры в веру. Есть то, чего мы уже достигли. Есть то, что уже произошло. Мы это оставляем. Мы говорим, Господи, большое тебе спасибо. Мы благодарим Бога за то, что Бог осуществил какой-то проект в нашей жизни или в нашей церкви какое-то служение, оно состоялось. Мы благодарим. И то, что мы делаем, мы простираемся дальше. Понимая то, что Бог нас ведет от веры в веру. То, что произошло, это не конечная точка, станция в нашей жизни. Хотя мы можем определить для себя, что это все конец. Дальше не пойду. Но те, кто идут за Христом, мы уже понимаем. Есть то, что Бог предназначил для нас. Поэтому сегодня мое слово ко всем, потому что я знаю тех людей, которые сегодня стоят в вере за своих родных, за свое исцеление, за свой финансовый прорыв в вере, что Бог даст восстановление, Бог даст прорыв. Божья защита, она будет пребывать на моем доме, на моей семье. Есть и люди, которые еще чего-то не имеют. Но я хочу сказать, возогрейте свое сердце тем, что если вы движетесь в вере, это обязательно осуществится. И уверенность в невидимом. Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. Да, я чего-то еще не получил, но я уверен, что Бог обязательно благословит меня, и это придет в мою жизнь. Поэтому, дорогие братья и сестры, хочу сказать, ободритесь. Сегодня это день, когда мы должны сами себе сказать, я верую в Слово Божие. Я иду за Господом. Я иду, потому что я верую тебе, мой Господь. И я верю, что Бог будет меня переводить от веры в веру, от славы в славу. Наш Бог, Он без изменений. Это наше сегодня время верить, доверять Ему, строить свои отношения с Ним, строить свои отношения на обетование, которое Он дает для нас, потому что это как материал для нас, для нашей веры, для того, чтобы мы знали, куда простираться. Поэтому ободритесь, верен обещавший. И я верю, что много будет свидетельств, много будет славы Божьей в нашей жизни. Мы учимся верить, и мы учимся доверять нашему Спасителю. Пусть Бог благословит вас в этом дне. Во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok